всем привет с вами айтишник игроглаз и сегодня расскажу вам про то как как собственно отрицательные числа в бинарном виде выглядят и почему есть целых аж три системы их представления чем они отличаются зачем вообще это все так усложнять было ну вот в прошлые разы я немножко говорил про бинарные числа и в том числе вам рассказал как их можно складывать вычитать и так далее и вот в одном месте когда мы там программировали еще я несколько упростил кое-что когда сказал что вот там у нас какое-то число было я уже не помню какое ну допустим я напишу число 64 да как понять что это число 64 ну вспоминаем то что у нас есть как бы разряды 8 16 32 64 128 вот если я вижу просто то что восьмибитное число и тут у нас один разряд на штоки это 64 привыкайте читать эти числа довольно-таки веселое занятие чувствуешься инопланетянином когда начинаешь быстро понимать так вот я сказал что вот если мы возьмем это число и сделаем отрицательным что у нас произойдет мы просто берем и как бы вот ставим тут единичку и фактически тогда ну если это у нас не сайн значения да вот и сайнд сага нет да вы точнее если это если это сайн значения дату единичку если это ansaint ansaint тогда это вообще у нас число 128 плюс 64 да ну посчитайте сами вот но если это сайнд если у нас знаковое значение то тут у нас есть знаковый бит который нам автоматически говорит что окей этот бит мы не трогаем и просто знаку и все остальное вот оно значит окей это минус 64 я сказал своих видео ну своем видео одном сами лет не так да это как бы так но только если мы говорим что мы записываем наше число в прямом коде то есть вот начнем как раз с прямого кода прямой код нам говорит что эта система отображение отрицательных чисел которая не используется в вычислительной технике в данный момент она как бы для обучения используется ну каких-то еще на этом вещей но вот в компьютерах так ведь так числа вообще не хранятся вообще то есть в прямом коде если у нас ansaint то есть беззнаковое значение то ну там допустим вот такое да вот беззнаковая то чтобы сделать его знаковым и просто первый бит мы назначаем знаковым мы говорим так вот этот первый бит это знаковый бит и мы не считаем отсюда как бы разряд как число мы считаем что это тут просто лежит знак если вы единичка тогда это минус если это нолик тогда это плюс вот и соответственно прямой код он очень прост на самом деле и действительно логичен и удобен вот если мы посмотрим на таблицу называется по-английски signed magnitude у них нет вот такого прямого кода такого названия у них просто говорит что окей если у тебя ansaint то есть не беззнаковое то вот они вот этот вот у нас беззнаковое как мы пишем беззнаковое число но если у нас появляется минус тогда что мы делаем мы просто берем и добавляем знаковый бит делаем его единичкой да то есть допустим вот мы берем число минус число 3 0 0 1 1 чтобы нам сделать из него минус 3 до минус 3 то это будет значит 1 0 1 1 у людей которые вот ну новички это такой абсолютно логичные правильный вопрос а как компьютер отличает то что у нас вот тут вот лежит вот такой вот как он почему он не думает что вот это число оно на самом деле например беззнаковое то есть если это беззнаковое число тогда что это это 8 плюс 3 это 11 почему компьютер не думает что это число 11 все просто потому что когда вы переменную какую-то делаете да допустим переменная int но если вот на языке си она ну обычно чаще всего является знаковой да но если вы сделаете переменную ansaint то она будет беззнаковое и тогда компьютеру ему важно именно вот 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 как вы объявляете переменную для него это приоритет когда вы объявляете переменную он знает что по такому-то адресу лежит такая-то переменная которую нужно прочитать таким-то образом так то там конечно в памяти компьютера действительно просто берет и лежит вот какое-то там число компьютеру вообще наплевать что это за число как бы утки там нолики единички он смотрит так тут у меня лежит беззнаковая если он думает так тут у нас беззнаковая он посмотрел написано беззнаковая там лежит по этому адресу памяти значит это восьмерка у меня вот это число это 8 а если у него написано что это знаковая переменная то есть обычный int потому что int по дефолту знаковый там понимает так это у меня блин 0 лежит окей хорошо вот соответственно вот если мы посмотрим нашу табличку прямого кода да тут мы видим то что у нас есть забавная вещь ну как бы да вот мы берем допустим число 3 чтобы сделать число минус 3 мы просто берем и добавляем знаковый вид соответственно тут забавная вещь какая есть тут есть два нуля заметим да потому что вот есть обычный ноль который просто ну то есть значение пустое и также мы можем взять и сделать ноль если мы добавим соответственно единичку у нас 4 бита так просто удобнее маленькую табличка не было слишком большой они 8 обычно конечно нужно 8 везде показывать вот то есть ну давайте 8 нарисуем тогда мне не жалко то есть вот мы берем и рисуем 1 2 3 4 1 2 3 4 8 пончиков вот и вот у нас есть 0 положительный это вот эти 8 пальчиков а теперь мы возьмем если у нас число он смотрит так переменная int она знаковая значит первый бит он знаковый и тогда в принципе мы можем взять и положить сюда единичку и будет ровно то же самое это будет тоже число 0 тоже число 0 ну потому что вот это знаковый бит он не учитывается как вот он не считает он не думает что это разряд 128 да то есть восьмой бит это 128 он не думает что он думает что окей это знак тут вот минус то есть получается что у нас вот в этой прямом коде прямом коде есть два нуля что конечно не очень удобно и вообще на самом деле проблема в том что прямой код нам очень удобно читать человеком людям то есть ты человек ты знаешь что у тебя знаковое какое-то число допустим берешь число вот допустим вот это да минус 7 так это знак у нас в начале значит нужно читать вот эти три единички ну три единички окей это 7 значит это минус 7 удобно человеком но компьютеру очень неудобно проводить операции складывать вычитать что-то с вот этими отрицательными числами то есть это дольше и хуже и вообще поэтому люди что сделали давным-давно когда еще читали когда еще были такие специальные еще не было толку всяких там персональных компьютеров они взяли и придумали окей давайте мы сделаем вот такую систему при которой нам будет поудобнее считать то есть вот компьютер на транзисторах он будет быстрее просто считать мы будем использовать обратный код что такое обратный код это когда мы берем допустим число 0 вот у нас есть число 0 и мы инвертируем биты мы берем и вместо нулей ставим единички но это на самом деле такой пример в общем не очень понятно это давайте вот у нас есть число допустим число 3 как написать минус 3 в обратном коде нам нужно взять и инвертировать биты то есть там где у нас единица у нас теперь станет 0 то там где единица 0 а там где 0 единица да вот я курица лапа вот то есть просто обратный код что он делает мы просто инвертируем биты соответственно это такая система она использовалась активно в старых каких-то компах в древних во всяких там типа я не знаю даже как они логарифмометры как они там называются которыми там считали как древние калькуляторы вот это использовала система то что это вот она уже как бы позволяет проще считать все мы банально берем допустим вот число 3 как сделать из числа 3 у нас число минус 3 мы берем инвертируем его вот все фишка в том что есть очень удобные ну вот если вы знаете немножко ассемблер есть как бы команды для инвертирования поэтому в общем процессору очень нравятся такие дела он очень быстро это делает ему это проще считать когда когда он инвертирует что-то чем когда он там что-то ему приходится вымучивать так что так это ком эта штука она очень быстро и все было хорошо да почему но вот на самом деле обратный код его тоже сейчас не использует никто у вас у вас компьютер дома или телефон в кармане там 99 процентов вероятно что там нет этого обратного кода там по-другому все хранится почему вот опять у нас приходит к нам в гости наши два нуля потому что даже если у нас как бы вроде бы у нас уже не просто знаковый бит мы берем ну кстати заметим что тут тоже знаковый бит есть по сути в обратном коде ну потому что 0 он инвертируется в единичку то есть знаковый бит он есть в каждом из представлении типов представления отрицательных чисел знаковый бит есть и прямой обратном и в дополнительном да тут вот это прямой наш код sign magnitude и в дополнительном коде тоже у нас пожалуйста везде есть этот знаковый бит вот соответственно тут у нас тоже вот мы возьмем наше число ноль мы его инвертируем и у нас как бы тоже число ноль еще одно тут у нас опять два числа ноль а это очень плохо почему потому что опять же компьютер он очень любит число ноль оно ему очень важно потому что с ним гораздо проще многие вещи считать быстрее гораздо вот поэтому вот что люди люди подумали так блин вот на хрена мне опять два нуля как бы нам сделать чтобы у нас был один ноль и вот они посмотрели на вот на число минус ноль что она вам напоминает ну как бы это число 15 до логично да потому что у нас разряд еще раз 1 2 4 8 следующий должен быть 16 значит отнимаем 16 единиц получается 15 ну потому что если мы дополним еще до плюс 1 сделаем то будет 1 0 0 0 0 поэтому число 15 и вот тут собственно приходим к вот этой вот идеи а что если мы возьмем и добавим к этому вот нулю единичку что вот если мы возьмем и добавим сюда единичку допустим у нас ну правильнее конечно взять нам наше замечательное какое-нибудь 8-битное число так будет как-то ну наверное более понятно с точки зрения компьютерных технологий вот у нас есть наша память которая уже выделена процессор там шурует туда-сюда в своих регистрах вот у нас замечательная есть один байт один байт это 8 бит и у нас там лежит наш замечательный минус 0 вот который мы получили из обратного кода вот у нас есть наш минус 0 который нам не нравится вообще мы хотели бы превратить его в обычный ноль что можно сделать можно взять и добавить сюда один если добавить сюда один что будет мы хренак и вылетаем в следующий разряд но так как у нас 8-битное значение у нас 8 ячеек в памяти для выделено то то это единичка она просто не учитывается она как бы вылетает за за рамки и ее просто не они пишутся остальное становится нулями то есть фишка в том что собственно третий способ хранения отрицательных чисел представления это дополнительный код который ровно это и делает он берет сначала делает делает наш one комплимент делает обратный код да то есть вот берем наше число какое-нибудь там 0011 берем число 3 что получить дополнительный код что мы делаем сначала мы его инвертируем первое инвертируем 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 мы инвертируем его и получаем 1 1 0 0 это вот мы сделали предыдущую штуку да которая у нас там сверху была хорошо но вот тут у нас проблема то что у нас там с нулем как бы нам от него избавиться мы просто добавляем единицу второе делаем плюс 1 плюс 100 500 почти плюс 1 и соответственно у нас получается 1 1 0 1 и это уже вот собственно вот это означает минус 3 если вот это 3 и так у вас ровно так хранятся в компьютере сейчас все значения то есть вот вы зуб даю век воли не видать у вас в компе сейчас число минус 3 оно хранится вот так да то есть в дополнительном коде соответственно чтобы перевести обратно вычитаем единицу инвертируем если мы хотим взять из минус 3 сделать 3 мы берем минус 3 да это 1 1 0 1 вычитаем единицу получаем 1 1 0 0 и инвертируем получаем 0 0 1 1 это мы сделали с вами из минус 3 сделали плюс 3 поясню за эту симметрию вот смотрите возьмем просто число 1 и минус 1 да возьмем и попробуем их сложить вот у нас 1 плюс минус 1 да вот мы знаем в реальной жизни что это равна нулю давайте тут возьмем то же самое вот мы берем единичку 0 0 0 1 и берем число минус 1 вот это оба значения у нас естественно они знаковые да то есть соответственно если это оба значения знаковые то у нас есть вот этот вот знаковый бит который мы так сказать не учитываем не считаем это как число это знаковый бит и соответственно мы считаем именно 4 битные значения да у нас тут всего 4 бит ну допустим вот так вот у нас сложилось соответственно что происходит при вот этой операции у нас есть плюс 1 и есть минус 1 у нас вот этот вот бит который тут есть единичка он соответственно происходит выкидывает переполнение да у нас получается если мы это все складываем у нас получается переполнение у нас получается что мы вылетаем вот сюда а так у нас 4 битное значение как бы сюда мы не можем ничего положить поэтому как бы оно не считается не кладется то ничего вот соответственно у нас получается ноль таким образом вот этот вот ту комплимент в чем как бы его фишка почему это быстро так считается компьютером потому что это позволяет делать вот как бы в тему симметрия появляется если вы там сложите 2 и минус 2 то то же самое происходит у вас получится ноль с нулями вот такими красивыми что очень удобно к чему приводит нас эта система дополнительного кода теперь у нас нет фейкового минус нуля теперь его нет соответственно у нас освобождается одно дополнительное значение поэтому допустим если мы берем наше любимое восьми битное число то если оно без знаковая unsigned то у нас в восьми битах помещается от нуля до двухсот пятидесяти пяти а знаковая реально знаковые числа почему в языке си мы видим такую картину то что у у знакового какого-нибудь чара да чар возьмем у нас что у нас максимальная значение минимальное значение минус сто двадцать восемь а максимальное сто двадцать семь почему именно так потому что вот у нас освободилось местечко пустое местечко освободилось и сюда мы соответственно можем запихнуть лишнее число это вот еще одна причина так сказать почему дополнительный код он лучше потому что он как бы дает возможность лишнее число засунуть вот что очень даже приятно дальше давайте посмотрим как вообще все это выглядит теперь все наши три системы ну вот у нас есть соответственно первый способ отображения отстоятельных чисел это при помощи sign magnitude то есть мы просто берем число 2 например и чтобы сделать из числа 2 минус 2 мы просто добавляем знаковый бит замечу еще раз то что везде есть знаковые биты они есть везде то есть все системы отображения отрицательных чисел они везде как бы есть вот эта вот идея знакового бита то есть тут понятно это для человека очень удобно читаемо но медленно очень с этим работать компьютеру поэтому это нигде не используется практически дальше у нас есть one complement тут чтобы получить из числа 2 число минус 2 нам нужно инвертировать все биты то есть вот ноль становится единичкой единичка становится нулем ноль становится единичкой и таким образом мы соответственно получаем отрицательное значение но тут у нас тоже проблема то что это считать не очень хорошо потому что ну и нет симметрии если мы будем складывать допустим плюс 2 и минус 2 то у нас на выходе будет мусорно вот поэтому что сделали придумали систему ту комплимент которая банально добавляет единицу да к нашему значению и соответственно за счет этого мы добавим единицу у нас появляется симметрия и у нас освобождается дополнительное число которое можно хранить в общем эту систему все используют зуб даю увеколь не видать в вашем компьютере именно так хранятся отрицательное значение вот то есть мы тут видим на тут наглядно видно что допустим в 4-битной системе да у нас 4 числа как бы 4-битной системы которую как бы вы не встретите в обычных настольных компьютерах можно напаять чего угодно конечно вот соответственно тут у нас минус 8 например просто невозможно никак отобразить до 4-битной системе а в ну вот если брать знаковый способ или обратный код да если брать дополнительный код то пожалуйста вот у нас есть и число минус 8 и ноль у нас это извращенного нуля нет есть только хороший правильный ноль и появляется симметрия поэтому именно все используют ту комплимент систем она везде используется с вами был айтишник игроглаз надеюсь немножко объяснить получилось подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки поддержите меня старался для вас и пишите комментарии конечно буду ждать удачи вам спасибо